ОМ, друзья, благодарю, что собрались здесь, за то, что вы саморазвиваетесь, за то, что мы встретились в таком с вами прекрасном месте и поговорим с вами о таком принципе, как правда, правдивость. Вчера мы обсуждали небольшую тему, как гармонизировать пространство и как жить в гармонии с миром. Вот одним из принципов гармонии, гармоничной жизни является правдивость. Что же такое правдивость? Давайте подойдем к этому вопросу методом от противного. Ложь, да? Ложь. Что это такое? Это не правда. Ложь это когда мы подменяем какие-то факты, действия, совершаем их не так, как должны были, искажаем реальность. То есть видим одно, а говорим другое. По одной версии, когда мы начинаем вот эту ложь транслировать, наше окружение, наша реальность начинает трансформироваться. То есть мы посылаем какой-то посыл, да? Посылаем посыл, и эти слова, они уже как, так или иначе играют на окружение наше и пространство. Приведем пример, да? То есть мы говорим кому-то какую-то ложь, тот уже начинает попадать в иллюзию некую. То есть мы берем, ему говорим что-то другое, то, что не соответствует реальности. Замещение какое-то происходит, да? Да, вот. И таким образом, когда вы создаете такую предпосылку, то есть кому-то говорите ложь, вам эта ложь возвращается, то есть зеркалит, да? Вы создаете свой мир. Вот эта вот ложь, она как маска. Вот, наверное, знаете, когда при знакомствах люди, чаще всего они хотят показаться, ну, намного лучше, да, показать себе свои лучшие стороны, а то и приукрасить. И в основном они применяют вот эту ложь. Был такой эксперимент поставлен, чтобы максимально понравиться человеку, с которым вы будете знакомиться. И вот 80% тех людей, которые участвовали в этом эксперименте, они применяли ложь, потому что знали, что с этим человеком вообще не встретятся, и врали им очень-очень много, да. Получается, вы надеваете некую маску, ну, я надеюсь, вы не надеваете. Некая маска надевается на нас, когда мы применяем ложь. Ну, вот, то есть при знакомстве каком-то мы надели на себя маску. И чем больше мы эту маску на себя надеваем, тем меньше мы узнаем самого себя. Да. Возможность запомнить все те фразочки, которые вы лживые сказали, то есть одному сказали одно, другому другое, и как вы это еще запомните, потом это все перевернется и в конце концов выплеснется, да, то есть все узнают о том, ну, все тайное становится явным, да. Пример. Мультик такой есть, да, фильм, вернее, мультфильм. Фильм. Все тайное становится явным, как мальчик кушал кашу, и мама говорит, пойдем в зоопарк? Да, давай пойдем. А когда ты съешь кашу, вот тогда пойдем. Он говорит, да, всего лишь, ну... Мама ушла, он выплеснул эту кашу через окно и думал, что никто не узнает. В итоге приходит полиция, милиция и говорят, вот, посмотрите, из вашего окна только что вот вылилась каша. Ну, в общем, тайное становится явным, да. Ну, знаете, пример. Вот. И чем больше мы вот эту вот маску на себя надеваем, тем больше, тем труднее нам становится ее оторвать от себя. Больше иллюзий на себя накручиваем, и самого себя понять будет очень трудно. Реальность такую создаем, что все думают, что ты такой, а ты на самом деле вообще другой, да. Душа говорит одно, а ум воспринимает совершенно другое. И какая-то несостыковка получается, да. Что у вас есть добавить? Может быть, какой-то пример жизненный? Никто не уйдет от Шани Дэва. Никто не уйдет от Шани Дэва. Да, есть такой персонаж, как сказать... В ведической культуре, да. Шани Дэв, который всех разоблачает, всю правду он выставляет на показ. Есть еще такое изречение, тоже мудрость наша. Сколь веревочки не веся, все равно конец придет. Сколь веревочки не веся, все равно конец придет. А есть еще современная мудрость, но это точно такая же. В чем сила? В правде, да? В чем сила брат в правде, да? В правде. Да, но человеку себя культивирует до сих пор. И на самом деле вот эта современная мудрость, если копнуть, она есть очень похожее изречение у Александра Невского. Вот можно забить Александра Невского, и в чем сила брата, и там он выдаст то, что он говорил. Там очень похоже. Давайте приведу еще один пример. Чаще всего мы, наверное, обманываем... Не знаю. Я раньше обманывала своих родителей часто очень. Я вот по себе знаю, как это на самом деле быть. Когда ты часто кого-то обманываешь, тебе просто перестают верить. И вот эта вот вера, она теряется. Вспомните, возможно, смотрели фильм «Елки». Ну, кто-нибудь такой есть фильм. Какой-нибудь. Ну, я даже не знаю. Первый. Я смотрела все «Елки». Ну, вот я смотрела как-то давно. И вот сегодня с Владой говорили на эту тему. Я как раз-таки вспомнила этот пример. Когда мальчик отправился к дедушке на далекую-далекую базу. Где аэропорт, в общем, или как-то... В общем, не аэропорт, а как это называть-то? В общем, для экстренных посадок самолетов и вертолетов. Место. И он там дежурил. На базе сидел. Был Новый год, по-моему. И у него девушка была у этого мальчика. И чтобы часто звонить, он бегал к дедушке своему и говорил. Там самолет, самолет, беги туда. Там полоса, беги. Дедушка, соответственно, убегал. А этот дежурный телефон он брал и звонил своей девушке. Вот. И таким образом поддерживал с ней связь. И лгал, так сказать. И дедушка первый раз, второй раз убегал. Дудумал, ну, там, наверное, пролетели, не к нам. А потом заметил, что он звонит своей девушке. И понял, что он просто его обманывает. И когда уже действительно этот самолет летел, дедушка ему не поверил. И пришлось этому мальчику бежать и самому спасать. Ну, взлетную полосу вот эту вот показывать или посадочную полосу. То есть недоверие вызывает человек, который много врет. И по факту человек, который правдив, ему очень хорошо довериться. Ему легко доверять. Он, по сути, глупостей каких-то не допустит. Если он что-то сделал, то он правдой своей объяснит. Да, это был опыт, я тебе признаюсь в этом, да. А человек, который, ну, часто говорит неправду, лжет, то по нему можно понять. Ну, он какой-то, у него стержня нету. Понимаете, он такой... В общем, понимаете, да, как он должен выглядеть. Вот таким вот образом можно посмотреть на человека и понять, кто он. Ну, конечно, бывает трудно. Человек на самом деле, как говорят, не судите человека сразу, да, какой он. То есть посмотрите на его поступки, на его характер. Это тоже определённым образом складывается на чем больше. Вообще всё равно невозможно. Не врать? Абсолютно. Почему? Не врать, говорят, невозможно. Ну, по-какому кто-то врал в свою жизнь. Не, ну, естественно, да, врал. Это антипример, который всегда... Ложь во благо? И используется, да, ложь во благо. Ну, смотри, да. Не врать абсолютно таких людей нету, неправда. Мне кажется, главное не врать хотя бы себе. Смотри, когда ты врёшь кому-то, ты уже сам себя обманываешь автоматически. Ты, чтобы соврать кому-то, ты должен сначала был перетрансформировать это в себе и какую-то определённую программу себе задать, что ты как-то по-другому что-то сделал. И соврал, да, таким образом. То есть... А как мы поймём, да, что это во благо? Мы же с вами непросветлённые бодхисаттвы, которые вот Будды, да, Будда, он мог это использовать. То есть он понимал, что, зачем, видел кармические последствия, уже наперёд знал, что, к чему. Ну, и вот да, такие личности, конечно же, они могли в ложь во благо применить. А мы-то что с вами? Мы что? Мы даже не знаем, что у нас будет через 10 минут. Как мы можем? Мы можем предположить. Мы можем с вами предположить только. Есть такой ещё пример, когда люди начинают врать. Ну, вообще, люди почему часто врут? Потому что боятся последствий каких-то, либо не хотят обидеть человека. Ну, боятся последствий. Это, ну, что ты сделай, да? Ну, скажи ты правду, тебе легче станет. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, да? Я по себе знаю, что вот этот этап я проходила. И когда ты начинаешь говорить правду, вот это себя, какое-то качество воспитывать, перебарывать, тебе действительно становится легче. Но хотя какая-то ситуация тяжелее, так ты мне врал, да? Но потом, ну, ладно, хоть сейчас признался, да, знаете? И как-то легче на душе становится. Ещё ложь, чтобы не обидеть, да? Есть такие примеры, когда мы не хотим обидеть своих родителей. И не сказать им правду, не травмировать их. Ну, к примеру, человек занимается саморазвитием. Наверное, встречали таких людей, которые живут в семье, но их родители просто не воспринимают. То есть говорит, ты сектант, да? Уходи из этого, мы не хотим, чтобы ты с ними был, да? Но человек понимает, что это развитие влияет как и на него, так и на других. Ну, куда-нибудь просто уезжает вместе с друзьями, встречается. И он понимает, что это его трансформация, она тоже постепенно влияет на своих близких. Но он не хочет об этом признаваться. То есть постепенно-постепенно откладывает. Думает, сейчас вот я немножко преображусь, и они преобразятся. Потом я донесу эту, ну, суть свою. То есть я расскажу им, что я уезжаю туда, а не туда. То есть он может сказать, что, вот, к примеру, я поехал... Ну, там... Пить пиво, друзья. Ну, нет, пить пиво. Это самое жуткое, наверное. Нет, я просто... Вот такой именно рекламный ролик, как девка собирается в там, в Кожанке, в Косухе, там, в семье металлистов. Ее провожают, а она выходит, раз, вкидывается во все спортивное, коврик под мышку, и за ней на велосипедах. Нет. Ну, там что-то вроде немножко другое было. Ну, как-то так. Ну, да. Вот. Я другое уловила. Точно? Может, не до конца посмотрела, как-то не выяснила. К примеру, человек говорит, я поехал к бабушке, да, или там к друзьям своим, знакомым. Ну, не тем, которые эксектанты, которые саморазвитием занимаются или там практикуют что-то, преобразовывают себя. А, ну, поехал к обычным своим школьным друзьям, да. Ну, хотя школьные друзья могут быть точно так же и с вами поддерживать саморазвитие. И он автоматически замещает вот эту вот информацию, да, то есть говорит неправду. А материнское сердце, да, вот родные у нас, да, материнское сердце, оно чувствует. Сердце, по сути, оно всё чувствует, особенно материнское, что со своей дочерью или сыном что-то происходит не то, то есть не то, что уму подают. Уму подают одну информацию, а внутренне чувствуется совершенно другое. И мать, она начинает, у неё начинается некий рассинхрон, да, и получается, она начинает переживать. Больше писать сыну, скажем, да, где ты, как ты. Сын от этого начинает думать больше, что она переживает и больше врать, да. То есть она сейчас переживает, я ей больше сейчас покойного того, там, не ту информацию, которая на самом деле происходит. И вот она, иллюзия создаётся всё больше и больше. Оно отдаляется и отдаляется. Чем больше мы начинаем ещё вот это вот отдалять, тем сложнее будет сказать правду. То есть кто-то ждёт просто момента, думая, что вот я сейчас вот так вот сделаю, а потом приеду и расскажу. Скорее всего, родители это воспримут, как, знаете, честь потеряет человек. Ну, береги честь с молоду, да. Будь честен с самим собой и по отношению к окружающим. Тогда родители просто посмотрят на человека, и у них, ну, упадёт мнение о человеке, они больше, они меньше станут ему доверять. Если ты занимаешься саморазвитием, ты можешь сказать своим родителям, либо я вам говорю неправду постоянно и держу вас в иллюзии некой, либо я вам сейчас скажу правду, но она действительно будет правдой, и возьмите её, пожалуйста, да. Проще сказать сразу правду, и чтобы они настроились, перенастроились, так сказать, да. Есть ещё такой момент, когда мы правду не договариваем, да, то есть говорим только часть правды. Некоторые считают, что, ну, я чуть-чуть правды скажу, но не договорю. Проводился такой эксперимент. Определённая аудитория была и группа человек, группа ребят, студентов, по-моему. И женщина проводила такой эксперимент. Она взяла портрет одного писателя, великого, я не знаю точно кого, и по одному человеку запускали в эту аудиторию. И они договорились, что в этой аудитории они будут только правду говорить. И она сказала одному человеку, этот человек был величайшим писателем, опиши его. И человек начинает рассказывать, смотреть на этот портрет, ассоциировать его с чем-то. Всё, хорошо, садись. Другого человека запускают и говорят ему, этот человек просидел 25 лет в тюрьме. Кого спрашивают, находит злобу какую-то у человека в глазах того и начинают какие-то злые последствия, злые действия описывать у этого человека. И в общем у каждого своя иллюзия формируется, потому что не до конца договаривают правду, а потом в конце им рассказывают. Вот это реальные факты из биографии этого человека, но просто мы вам неподробно рассказали, кто это такой и зачем. То есть вот она, как она влияет, частичная правда. Мы сказали с вами, когда проявляем какую-то ложь, трансформируем реальность. Искажаем реально. Да, искажаем, благодарю. И по факту оно так и есть. Вот если даже посмотрите настроение нашего лица, да. Вот, к примеру, у нас есть брови. Брови и нос, да. Посмотрите, лук и стрелы. То есть мы мыслью уже стреляем. Вот если посмотреть лук, натянуть тетиву, и вот у нас стрела, да. Мысли. Мыслями мы тоже влияем на пространство. И так же губы. Тоже похоже на лук. Открываем, закрываем. Тоже стреляем словами. Да. На уровне мыслей тоже не нужно себе лгать, не нужно кому-то лгать. Вот знаете, есть такое выражение, думай так, будто тебя слышно. Думаешь ты одно, а говоришь другое, да. К чему всё это приводит? Мы сказали, что искажение пространства. Но чем же это подтверждается? Я вот буквально недавно проводила на йога-волне лекцию на тему сутр. И обсуждали, вернее разговаривали на тему сутра о законе кармы. То есть какая карма приходит человеку. То есть карма — это определённая благодарность мира. Какое дело, такая и благодарность. Вот, и там говорится, что искажение правды станет причиной, не напомните чего? Кривого рта. По-моему, не кривого рта, а это задувание свеч там тоже на алтаре будет. Что-то там другое. Нет, мы же, например, там логовник вспомнили. Это другое, да. Это уже немножко другое. Искажение правды будет причиной слепоты в вашей следующей жизни. Вот. То есть слепота. Не будете видеть истинной сути. Розовые очки на себя надеваете. Есть у вас какой-то пример тоже, подтверждение какими-то источниками? Мне кажется, что на каждом может личным опытом это подтвердить. На личном опыте это всё, да, подтверждается. Вспомнишь? По сути, мы говорим о тех вещах, которые у нас внутри, они содержатся, и мы должны их прекрасно понимать. Разве что можно вспомнить Данта и один из кругов ада, посвящён лжецам? Есть отдельный ад для таких ребят. Извините за стихи. И ещё хотела с вами поговорить о единомышленниках. Так, знаете, с темой на тему, но на самом деле нет. Это не с темой на тему. Бывают такие моменты в жизни, когда тебе просто все вокруг твои друзья говорят тебе одно и то же. То есть повторяют тебе из раза в раз, но ты к этому не прислушиваешься. То есть прислушиваешься, может быть, но не делаешь это на деле. Ведь по сути, кто такие единомышленники, да? Они нам являются какой-то опорой и поддержкой на пути. Те, кто идёт с тобой одним путём, одной дорогой, и помогают тебе справляться с какими-то трудностями. И чаще всего, если вам вот такой вот момент приходит, тебе указывают на что-то, но ты не обращаешь внимания, тоже какую-то ложь, иллюзию тоже создаёшь. Ведь единомышленники — это не те, это не злоумышленники. Не тот, кто стоит на шухере и позволяет что-то сделать вредное. А тот, кто скажет тебе, вот, честно тебе скажет, правду в глаза, реально, да? Друг — это тот, кто у тебя за спиной и при других скажет о тебе только хорошее, а подойдёт в глаза и скажет твои все недостатки, чтобы ты над ними работал. И по сути, друзьями являются нам не только наши друзья, но и также и враги, да? Они тоже нам помогают в нашем развитии, наше отражение. Хотите посмотреть, как вы развиваетесь? Посмотрите на своих сверстников, да? Тех, кто наравне с вами, так сказать. Посмотреть на своё отражение. И в мире так всё заточено, что люди вам по большей части будут говорить только хорошее в глаза. Только единомышленники, пожалуй, тебе скажут всё то, что надо. Они будут говорить только хорошее и даже, может быть, приукрашивать. Как раз-таки это и ложь, да? Самое лучшее — это смотреть вокруг. То есть не смотреть на человеческие слова, а смотреть на его действия. И искать отражение в себе. То есть если тебе что-то не нравится, что-то тебя зацепило в этом человеке, скорее всего, эта проблема как раз-таки кроется и в тебе. Не обязательно говорить правду, когда человек в чём-то развивается. Бывают же случаи, когда не надо, допустим, в лишний раз похвалить, и сказать, вот, да, ты такой крыль, или наоборот. Если у тебя идёт эта правда из сердца, то говори. Или сразу отбить у человека желание заниматься этим, сказав ему правду, что у него ничего не получается, допустим, и просто оставить это. Это тоже неправильно сказать. Или... Медопонимаю немножко. Не поддерживать... Ну, допустим, часто же говорят, допустим, детям, когда что-то у них там не получается, ты видишь, что это фигня, допустим, в полную плату, и всё равно им скажут, что ты молодец, ты вот, да, вот здесь... Есть что-то... Ну, давай продолжай дальше, ты понимаешь? Это, в принципе, неправда, потому что ты видишь, что на самом деле у него там ничего не получается. Но ты в него веришь. Когда тебе ребёнок маме приносит свою картину, она такая, ой, как красиво. Это не правда. Ой, есть любовь, нет любви. Ну, ты развиваешь у него стремление таким образом. Оно же в будущем будет красивым. Потом, когда он попадает. Ну, это же неправда на данном человеке. Нет, понятно. Понятно. С его точки зрения будет правда. Ну, как, на его уровне развития, может быть, ты... Правду надо уметь подавать, правильно. Да. Правду надо уметь подавать. Правда без любви никому не нужна. Если ты её швыряешь вот так в лицо... Если ты видишь во всём Бога, как ты можешь лгать Ему, да? Вот. Другие не все видят, и поэтому иногда бывают такие ситуации, когда ты видишь, что тебя точно не поймут, если ты скажешь правду. И вот тут, мне кажется, от тебя зависит от твоей чистоты, что ты в таком... Ну, вопрос, как ты её донесёшь? Ну, не знаю. Например, ты понимаешь, что ты либо не сможешь, либо тебя точно не поймут. В меру как бы слабости... Можно попробовать просто донести эту информацию. Никто ж никого не съест. Никому же хуже, наверное, от этого не станет. Ну, преобразится ситуация неким образом. А по поводу детей, ну, на его бы уровне ты бы, наверное, сказал, как раз-таки, как красиво. Поэтому ты и спускаешься на его уровень. Ну, ребёнок маленький, а ты взрослый. Да, может быть, тебе некрасиво, но в будущем это, возможно, перерастёт. Ещё важно баланс некий находить, когда ты хвалишь чрезмерно человека. Либо ты видишь стремление человека, вот этого маленького существа, и видишь, что из него что-то может выйти, и вот это вот стремление. Ты его не хвалишь, а поддерживаешь. Ты его поддерживаешь, а не хвалишь, нахваливаешь. Поддержка и нахваливание в большей мере — это, скорее всего, разные вещи. Относительно справлю. То есть у одного человека будет одна правда, у другого — другая, и оба будут действительно как бы... У каждого своя истина. Истина будет верить в свою правду. Вот. А когда эти правды соприкасаются, получается, как бы взаимодействие может, например, быть негативным. Оба будут говорить правду. Ну, допустим, один в одного бога говорит, другой в другого. Оба правы. Но как бы у них могут возникнуть конфликты на этой почве. То есть, вот мне только что сказали, что у одного правда может быть своя, у другого — другая. И когда эти точки зрения соприкасаются, возникает конфликт, да? На уровне ума, то есть есть истина... На уровне ума тоже. На уровне этих категорий. И там, на этом уровне, не может быть никаких. А вот на уровне ума, действительно, вот они один в одной плоскости мыслят, другой в другой. Один в одной плоскости мыслят, другой в другой. Они между собой вообще никак стыковаться не могут, потому что это разные миры, по сути. Ну да, каждый в своих реалиях пребывает. Но если ты с близким человеком как-то контактируешь, то, скорее всего, вы в одной реальности находитесь. И лучше ему донести эту правду. Сказать ему, указать, в чём у него какие-то проблемы, возможно. Если ты три раза уже говоришь ему, а он не понимает, значит, это его кармический урок, который он должен отработать. И прими это со спокойной душой. Это, конечно, бывает трудно, но пытаться пробовать это нужно. То есть принять, переключиться как-то на другую деятельность, найти в чём-то позитивное что-то. Тот человек, который врёт, он не имеет силы слова, да. А тот, который постоянно продвигает правду, у него появляется сила слова, сила на Вишудха чакре, да. Он очищает свою речь. И к тому человеку будут просто даже больше на лекции доверять, да, больше приходить, как-то более доверчиво относиться, чем к тому, который постоянно лжёт. У него уже будет энергетика определённая, да, формироваться какое-то пространство такое, которое будет ощущаться, ну, не физически, как-то внутренне. Будем как-то на подсознательном уровне воспринимать это всё. Вот. Хотите, чтобы вам все верили, говорите правду, да. Вишудхе скрытые ситхи, то есть хочешь ситхи, говори правду. Да, вишудхе скрытые ситхи, если ты хочешь ситхи, говори правду. Да, это очень тоже интересно. Очищение тоже, какое очищение вот этого центра нашего есть? Пение мантры Ом. Пение мантры Ом. Говорить хорошие слова, добрые, да, без гнева. В Сатхармакундарике Сутре есть упоминание про то, как условно горел дом. Ложь во благо. Нет, не совсем ложь во благо. Как бы с этим уже ты рассказала в целом. Ну, ты помнишь, горел дом. Горел дом. Уловка. Да, сила уловок и адекватно ли применить уловку, если от этого буквально зависит жизнь человека. Ну, то есть понятно, что там этот дом, это условный дом, символизирующий три мира, в котором пребывают демоны и духи, и дети не могли оттуда выйти. Вот, ну, допустим, если человек реально горит в доме, то как бы, ну, так сказать, соврать, но действительно спасти ему жизнь. То есть не ложь во благо, а как бы, ну, элементарно, там люди сейчас сгорят, надо их как-то вытаскивать. Ну, это был Будда. Он понимал, что он делает. Просто нам не быть Буддами. Ну, все мы Будды. Ну, просто в большей степени ум проявляется, наверное, больше, чем наше эго проявляется периодически. И думает, что мы правы в какой-то степени. Вот, представь, дети горят. Ты думаешь, что кто-то там прав? Дети горят, так беги, спасай. То есть можно, да, как жить. Это такая блюдовая ситуация, если дети горят, и ты говоришь, что они горят, а они говорят, нет, мы что-то поиграем. Ну, все равно, такого не бывает. Да, это же сравнение. Не дума, она возможна, но ничего страшного нет. Да, в настоящее время там даже, если даже они ничего послушать не хотят, просто на плечо взвалил и выйдет. Еще по поводу единомышленников. Когда вот вам единомышленники часто-часто о чем-то говорят, напоминаю, да, вы их не слушаете, вы, можно сказать, уходите с пути, да, и это труднее, и тянуть им труднее вас будет, и их выводить, возможно, будете своей энергией. Есть в Сутре Законе Кармы такая строчка, такая мудрость. Попробуйте сейчас вот ее воспринимать, не мыслив материально, а мыслив пошире, то есть не умом воспринимать. Наличие тайного любовника станет причиной отсутствия супруга в вашей будущей жизни. Понять это не умственно, то есть не только материально. Скорее всего, вот этот вот любовник, это как раз-таки схождение с некого пути, и вот как единомышленники, а ты слушаешься, ну, уходишь куда-то в дебри, да, ты отходишь к любовнику, хотя он уводит тебя страстями какими-то, да, разводит, ты не стремишься к единомышленникам. Вот, наличие тайного любовника станет отсутствием в будущем единомышленников, да, стержня, опоры, супруг, или супруг, да, там говорится, отсутствием супруга в вашей будущей жизни. Супруг — это некая основа, некий стержень, да, и единомышленники. Вот, об этом и говорится. То есть если мы будем отходить от того, что нам советуют единомышленники, которым вы прекрасно доверяете, печально будет. Вот. Ну, я вот помню, реально, советы единомышленников, они действительно помогают. Я помню себя очень сильно загружало некой деятельностью по помощи клуба нашего, оум.ру, да, я брала много-много на себя делу и обязанностей, некое эго такое, знаете, я больше-больше, нет, дайте мне, тому не давайте мне, дайте, я сделаю так. Ну, периодически иногда этапы такие есть, да. И вот мне мама сказала, ну, чего, говорит, ты так себя загружаешь, нужно тебе отдохнуть, тебе нужен отдых, и в меру себя, пожалуйста, загружай. А я думаю, не, мама там, она как-то, ну, то есть она не в той сфере, она, то есть, она клубу не помогает, она не знает, каково это, да. Потом уже мне Даша Чудина там пишет, да. Ну, она там мне предлагала одну деятельность помочь, и, в общем, говорит, ну, пожалуйста, в меру своих возможностей. Я уже как-то начала задумываться. Ну, ладно, я подумаю, говорю, пока не возьму эту деятельность на себя, пока подумаю. Потом тоже Ваня Неканоров кое-какой проект предлагал. И сейчас я понимаю, что сверх нормы у себя не надо загружать, и надо слушать единомышленников. То есть, я реально себя очень-очень сильно загружала, и мне как бы ответ через мир, он приходил через моих единомышленников. Вот. И вот так вот поступает связь. То есть, Вселенная нам говорит? Вселенная нам говорит, да. Мы просто уходим к любовнику, да, и не слушаем ее. Вот. Лучше слушать Вселенную, что она нам говорит. Но это не значит, что вы должны сейчас каждого встречного слушать, что он вам сказал. Фанатично к этому слишком подходить. Прислушиваться, да, и анализировать. Если вам 10 раз говорят разные люди, которые не сговорились, то однозначно это уже какой-то знак. Хороший знак, он всегда повторяется несколько раз. Хороший знак, он всегда повторяется несколько раз, да. Согласна. Как сатя на физическом уровне проявляется? Как сатя проявляется на физическом уровне? Ну, сатя — это правдивость, да. Скорее всего, ложь... Какой человек? Красноречий. Лесничий? Красноречив. Красноречив. Да, красноречив. Есть еще пример, что ложь физически мы можем проявлять. нанесение косметики, да, девушки наносят и некую иллюзию создают перед мужчинами, там, скажем, да и перед всем миром. И вот, знаете, такие примеры есть. До свадьбы такая красавица там ходила, да, различные там, 10 тонн макияжа одевалась, а потом вышла, вернее, она вышла замуж, а он женился на ней. И, в общем, все это разоблачение, оно приходит. Такой момент, знаете, важно понять, что эта ложь к вам пришла, да. Значит, вы когда-то ее применяли, наверное. И просто принять ее такой, как есть и не убегать от нее, да. И поменьше косметики. Поменьше косметики, да. Да, лучше, конечно, наоборот. Да, и вот она. Трансформация реальности. Все тебя видят одним, а по факту ты совершенно другой. И ты уже сам привык к тому образу, который на тебя нанесен, там, да, определенные какие-то материальные вещи, которыми, которым ты даже никак не соотносишься. Но впоследствии ты начинаешь себя отождествлять с ними просто-напросто. Вот. и таким... Вот так вот ты отходишь от своего внутреннего, от своего естественного состояния. Вот мы сейчас с вами на природе. Вот оно, естественное состояние с этом... В таких вот одеяниях, да. Никому ничего. Всем, наверное, безразлично, наверное, как мы сейчас выглядим на самом деле, да, внешне. Ну, не, конечно, если ты будешь так обмороженный весь ходить, конечно же, все тебе скажут, ты чего такой, надо тебе согреться. Что? Видимо, брал. Брал. В руководитель самому себе. Так и так, в итоге, как сати проявляется на физическом уровне? Ну, чистота определенная, да, вот тоже внешнего всего, того, что есть поведение, да, но, опять же, там, в разговорах это уже, скорее всего, на уровне речи, да. Ну, поведение, наверное, какие-то... Какие-то действия, да, не те делаем. Лжом сами себе. Я хочу дополнить немножко на этот счет. В автобиографии йога Прамаханса описывает, как его учитель, Шрюк Тишвар, дает четкое указание, что тот, кто говорит правду, того слова обретает силу. И человек этот, ну, буквально может, так сказать, образно спрограммировать реальность, ну, о чем ты говорила вначале. И когда он давал благословление своим ученикам, уже Лигананда, он говорил, что я тот, кто никогда не врет, то есть тот, кто не нарушает Сатию. то есть он давал какое-то благословление дали. То есть фактически человек, который всегда говорит правду, он имеет силу строить реальность, то есть насколько сильна его речь. Да, да, да. Словом изменяет мир. Я надеюсь, там слышно было, нет? Вот говорят, да, что йогу не скажи, а, как, нет, нет, не спрашивайте у йога погоду, что не скажет, то сбудется. Вот. Так что не спрашивайте погоду. Спрашивают, как говорить правду? Да просто брать и говорить ее, знаете. Да, легко сказать, да? Сложно себя переломить. Ну, представьте, что ничего плохого от этого вообще не случится. Как себя заставить? Ну, что, сказав правду, вы разрушите некую иллюзию уже, да? Вы начнете уже предпринимать изменение пространства, так сказать, делать, преобразовывать. Но не ожидайте, что будет все так быстро, да? То есть я говорю правду и что-то ничего не меняется, да? Оно все постепенно. Шанай-шанай. Физические практики, чтобы говорить правду, научиться. На уровне вишутха чакры. очищать ну вот асаны на раскрепощение рук. Перевернутые асаны тоже влияют на горловой наш центр. И мантры, да? вот это вот вишутха чакра закрепощенная. Споры тоже влияют на вот эту вот закрепощенность в плечевых суставах. Некоторые приходят на коврик и даже не могут какие-то элементарные положения положить руку поза стрекозы, когда мы перекрещиваем руки и накатываемся на плечи. зажимы определенные возникают. Потому что когда мы и ложь говорим и сердимся на кого-то, у нас закрепощается верхний центр. Я часто говорю это на лекциях, да? Очень часто употребляю, почему-то так получается. По внешнему виду можно отличить лжеца? По внешнему виду определить лжеца? Ну, скорее всего, по внешнему виду я даже не знаю, как это точно. но по глазам по-разному. Бывают такие глаза, которые сами лживые. Такую ложь представляешь, то есть скрывают уже маску. Я не лжец. Вот. Тут такая грань. То есть ты просто прочувствуешь человека на деле. Со временем ты начинаешь познавать его. Но если ты не врешь, то все остальные тебе не лгут. Да? По сути. у меня такое наблюдение, что почему-то так происходит, что люди, которые врут, вот ситуация так складывается, что либо они сами себе выдают, либо подводятся к тому, что ты же на самом деле правду. тайны становятся явными. Вот оно само складывается. Я вот даже не хотел бы знать, говорит он правду или нет. А оно вот, пожалуйста. Знаете, еще есть такой пример, когда правду, то есть у меня периодически бывали в ВУЗе возникали такие желания не пойти на лекцию, да, либо я хожу. Мама прийла. Да, мама-то и маме вообще как-то. Если я и скажу, что я пропустила, ну, ничего. Я и скажу, почему я пропустила. Вот. Идешь, скажем, на лекцию или там на физкультуру, да, у нас есть такой шанс там пропустить физкультуру один раз в месяц. Ну, там, дают нам право такое. Вот. И ты иногда думаешь, правильно ли ты поступишь. Вот. Какие у тебя там намерения, да, либо идти полежать, либо действительно у тебя какое-то дело. Вот это вот идти полежать, просто отдохнуть. Когда ты расходуешь вот эту вот возможность пропустить физкультуру, такой конкретный пример, то в следующий раз, когда тебе действительно какое-то дело надо сделать, то у тебя уже этой возможности нет пропустить ее, да, то есть у тебя будет чистая энка, то есть тебе придется ее отрабатывать, тяжело придется, да. Был у меня тоже момент такой, нужно было ехать на какое-то дело, но я понимала, что это дело немножко можно отложить и пойти на пару последнюю, да. Думаю, ну ладно, пойду, скажу, что там, возникали такие мысли, пойду, скажу, что мне что-то нехорошо, но потом понимаю, это же неправда, да, ладно, нужно пойти и пойти честно, быть честным, и когда ты начинаешь вот это вот быть чесноком, честным, тогда ситуация, как-то, знаете, преобразовывается, человек мало, приходит на пару, если тебе действительно нужно было ехать в этот момент куда-то, приходит мало человек на пару, ну и преподаватель говорит, ну что-то у вас мало, ну ладно, идите, отдыхайте, и просто ситуация сама собой разрешается, да, а если ты там как-то врешь, не краснеешь, то ну минимум тебе придется отрабатывать эту пару, эту энку. Хочу может быть немножко дополнить, дабы приучаться говорить правду, это любые практики на развитии Вишутха-центра, это в том числе бигея на полости рта, такие шаткармы, как кунжула, сутра-нетти, жала-нетти, то есть какие-то страны, они также связаны с консервоткой, они будут ощущать позор грана, всенхасана, также развитие Вишутха-чакры. Важный момент перестать пустословить, то есть пережевывать какие-то события, тогда у человека начинает развитие Вишутха-чакры, то есть пережевывание различных событий, перестать пустословить, ведет к разрушению Вишутхи, и как следствие человек начинает еще больше врать, еще больше невежества попадать. Тогда меньше хочется даже совершать какой-то лжи, то есть ты чистенький уже такой, а сейчас загрязнишься, опять придется очищаться. Есть что добавить, есть какой-то вопрос, может, мы уже подходим к завершению лекции. Я надеюсь, эта лекция послужит каким-то материалом хорошим для людей, которые это смотрят, для людей, которые тут собрались. Очень благодарю вас, что вы составили такую большую единомышленническую компанию и позволили так хорошо с вами поговорить. Благодарю вас. Ом, друзья! КОНЕЦ НЕЛЬНЫЕ НЕЛЬНЫЕ КОНЕЦ Продолжение следует...